Всем добра, с вами Добрый Данил и сегодня мы решили сходить на очень оригинальную для меня, как для мужчины, выставку авторских кукол и мишек Тедди. Мне сказали наши художники и художники по куклам, что это событие уникальное для Ярославля, что такого никогда не было в истории нашего города. Ну, попробуем посмотреть, действительно ли событие такое уникальное и что на нем происходит. Пошли! 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 Ну, а сегодня мне удалось пообщаться с выдающимся человеком Ириной Мызиной, это директор Московской кукольной галереи Вахтанов и она, как я же сказала, что есть очень уникальная работа, которую бы она хотела рассказать. Здравствуйте. Здесь, конечно, на нашей выставке в торговом центре «Вернисаж» представлены практически все уникальные работы, поверьте. И от самых именитых художников до начинающих художников, для которых выставка стала первой. Я хочу вам рассказать о художнице. Ее зовут Ольга Андрианова, она из Москвы. И она впервые вообще была первой в России, кто стал делать куклы из чулок. Эта техника называется тексиль, когда куклы, как я называю, лепят иголкой. Если вы посмотрите, это, в общем-то, обыкновенные чулки, капрон. И она эту технику еще придумала 25 лет тому назад. Субтитры создавал DimaTorzok Нас удается сегодня пообщаться все больше и больше с хорошими людьми из города Ярославля. И на этот раз это Катерина Тарасова, руководитель школы авторской куклы «Куклы и Ко» и непосредственно художник по куклам. Екатерина, здравствуйте! Могли бы вы рассказать немножко о своих работах, а может быть о том, чего не хватает в Ярославле в кукольной индустрии? Индустрии и куклы – это слова немножко друг другу неподходящие, мне кажется. В кукольной, наверное, культуре можно так выразиться. В Ярославле, конечно, не хватает. Не хватает вот таких вот выставок. И мы, наконец-то, на ней присутствуем. Это первая выставка большая кукольная в нашем городе. Мы ее ждали, ждали и, наконец-то, ждались. Спасибо Ирине Викторовне, что она ее привезла к нам. И дала нам, ярославским художникам и ученикам нашей школы, поучаствовать в этой выставке. Здесь вообще много представлено именно ярославских работ? Или в основном это какие-то иногородние? Ну, я считаю, что достаточно. Я считаю, что достаточно ярославских работ. Причем как художников, которые давно занимаются куклами, так и те, у кого это первые работы выставлены здесь. И, соответственно, вы, конечно же, выставили свои работы. Могли бы вы о них немного рассказать? Здесь представлено три работы из моей коллекции «Образы Италии», которая была сделана в декабре месяце для искусства куклы. Это была достаточно большая коллекция из шести или семи работ. И вот три из них представлены здесь. А как вообще вам приходит вдохновение именно заниматься изготовлением кукол? Нужен какой-то особый талант, может быть, внутренний какой-то стержень или любовь к чему-то? Любовь к куклам, конечно же. То есть все художники по куклам, они одержимы любовью к куклам. И когда ты начинаешь делать кукол, ты уже все остальное становится менее интересным. Потому что, чтобы делать кукол, нужно быть совершенно мастером в разных областях. Например, ты должен хорошо лепить, ты должен быть скульптором, ты должен хорошо расписывать. У тебя должна быть прекрасная роспись лить кукол. Нужно уметь шить, нужно уметь за кукол причёсывать, нужно уметь делать разную бутоборскую мелочь. Нужно уметь делать кукольную мебель, нужно уметь расписывать подставки. А если ты постоянно придумываешь разные новые коллекции, у тебя в голове много идей, то ты постоянно осваиваешь новые области, области культуры. Например, русская искусство и итальянская. Какая замечательная история, какое замечательное хобби и увлечение. Я всем настоятельно рекомендую не только сходить на эту выставку, но и, может быть, посмотреть, как делаются куклы и приобщиться к этому ремеслу. Спасибо вам большое! Спасибо вам!